Коллеги, приветствую! С вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы детально разберем золото, так как я считаю, что на этой неделе оно обновит новые максимумы. И мы сегодня с вами детально разберем условия, чтобы действительно это реализовалось и также предусмотрим условия, вдруг цена все-таки золота начнет пойти вниз, все-таки рынок начнет более уверенно корректироваться. Перед началом ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал Амаркетс. Важно отметить, данная запись была подготовлена 24 числа. Мы собирались со своими подписчиками на прямом эфире и разбирали еще дополнительные точки входа в рынок. Если хотите больше условий для заработка на инструменты, таких как доллар, рубль, доури, пони, с московской биржи, биткоин, лайткоин, в этом вы можете перейти на мои социальные сети в описании и, соответственно, зайти в раздел трансляции, либо видео и посмотреть последние точки входа в рынок, чтобы больше заработать. Ну что же, приступаем к разбору золота. Немножко вернемся к тому, что у нас происходило в понедельник после открытия торговой сессии. То, что у нас мы учитывали коррекцию, она у нас произошла. Она произошла у нас там до уровня 23,6, протестировала. И потом мы учитывали дальнейший рост по условиям, которые мы находили ранее. Это у нас цели 24,84 и, соответствующие, до 25. У нас там сейчас немножко разбилось. 25,31 предусматривали, что рынок у нас будет расти. Вот, там он еще дал определенный рост. Вот, соответствующий, дошел до цели у нас во вторник. Вот, чуть-чуть, чуть-чуть не дошел до цели, коллеги, пардон. Немножко заговорился. То есть, там мы учитывали то, что цена дойдет до 25,34,46. Дошли пока до 25,31,65. Вот, кстати, эти у нас уровни четко отрабатываются именно по формуле золотого сечения на школе. То есть, мы разработали условия, когда есть скрытые уровни Fibonacci, которых нет в настройках, и они помогают определять новые максимумы, которых никогда не было. И перед эфиром я обязательно подготовил для вас как раз именно новые еще тоже максимумы. В чем теперь у нас преимущество текущего ситуации на золото? Смотрите, у нас пока цена находится также в восходящем бычьем тренде, оранжевом. В связи с этим, учитываем то, что потенциал у нас роста будет на рост цены. И здесь мы увидим то, что у нас рынок вот в этом моменте двигается следующим образом. То есть, у нас сейчас цена свободно рассматривается на импульсные движения. Далее. Теперь, если мы видим то, что у нас цена прорвала коррекционный коридор, это хороший сигнал, то что рынок у нас готов снова перейти в импульс. То есть, у нас какие, смотрите, факторы? У нас бычий сигнал. У нас здесь паттерн, то что цена отскочила от поддержки, пробила коррекцию. Сигнал у нас соответствующий на рост цены здесь. Так что у нас пока больше факторов на укрепление на следующей неделе, если мы смотрим. Если мы возьмем недельный график, мы здесь должны учитывать то, что у нас все еще цена находится на сильной линии сопротивления. Вот у нас вот здесь зелененькой. Так что, если у нас начнется разворот, это он движется уже, начинает рынок все равно фиксировать свою прибыль. Это мы предусмотрим заранее в таком моменте, чтобы уже вот этот на долгой срок увидеть. Вот, теперь далее возвращаюсь. Подберем точки входа в рынок, которые нас ждут на ближайшее время. Это если мы будем работать внутри оранжевого восходящего тренда. И там рассмотрим еще варианты на смену тренда. Первое, что бы я сделал, это определил бы линию поддержки текущего движения. Взял бы ее, например, где-то будет таким зеленым. И соответствующий вот так вот пока вижу, рынок с ним взаимодействует. По телам свечей как рынок закрывается у нас на часовом таймфрейме. Даже возьмем 30-минутный. На 30-минутке уже пробой у нас есть. Вот так мы подкорректируем. То есть, вот в таком моменте у нас вот так выглядит. Но у нас и расширение будет использоваться. Вот в таком вот варианте. Соответствующее, что хорошо для покупок, например. Кто сейчас держит покупки, кто в понедельник готовится открывать. Смотрите, у нас хороший здесь потенциал. Потому что у нас цена после импульса. Вот у нас мощный импульс был. Вот у нас коррекция была. Вот у нас новый обновился хай. Вот у нас коррекция после этого хая. Все начали фиксировать прибыль. Вот у нас сейчас видите пробой линии сопротивления. Тоже коррекция. Тоже хороший сигнал на направление вверх. Далее. Ну, мы видим то, что рынок стал столкнуться с сильным уровнем. У нас 25.18, который не дает им двигаться вверх. В течение недели я на этом графике еще давал прогнозы в закрытом канале. Соответствую, и по подписке, кто у меня приобретает дополнительные сигналы индивидуальные. С разбором именно в таком обучающем формате. Чтобы было потом в последующем понимать, как это можно использовать самостоятельно. Мы учли вариант движения пробоя 25.19.90. Цель 25.29. Предусматривает кат на 25.24. То, что рынок у нас будет двигаться. Здесь, соответствующий, мы учитываем то, что у нас будет двигаться цена в этом условии. То, что вот так. Я бы его выбрал как раз внутри восходящего тренда. Если в случае цена у нас попробует расширить восходящий тренд, который мы сейчас нашли. То есть, это у нас в случае, если цена будет двигаться вот в этом направлении. Как-то так расширяться и, например, двигаться. То мы можем, для примера, использовать сетку Fibonacci. Сейчас вот посмотрим ее. А, не VR Fibonacci. Так. Это отличный инструмент, который помогает определять скрытые линии тренда, которых игроки заранее предвидят, на которых взаимодействовать. Но здесь вот на будущее, если предусмотреть, мы можем пока взять уровень 50. Ну, и то я бы уже даже уровень 60 взял бы. 61,8. И с ним бы на него боксить внимание. Для максимальной точности постройте для себя еще уровень 50 на графике. Что я просто сейчас это делать не сделаю. В целях, чтобы просто, ну, вам удобно все было. Чтобы в замешательство вас не вести. Вот так вот сделаем дополнительный коридор. Потому что сейчас я понимаю, голубенький, если бы сейчас сделал бы еще 50, то есть многие бы после просмотра уже было бы совсем неудобно. Вот. Я бы сейчас пока выберу 61,8. И вот в таком варианте предусмотрю траекторию движения рынка. Теперь следующее. То, что я вижу, то, что хорош еще аргументы в пользу укрепления у нас пробился максимум, который был у нас в понедельник. Который рынок у нас не смог преодолеть ночью. Вот у нас рынок начал. Вот когда открывался, обновился. И, соответственно, еще перед, уже начал когда падать, видно то, что его он остановил. И когда рынок его прорвал, рынок дальше у нас пошел вверх. То есть вот эта ситуация, которая у нас уже была во вторник, это значит, что свободно рынок может ее и повторить. Вот почему я вижу то, что потенциал на рост у золота очень хороший. Далее. В случае, если рынок у нас уже полностью прорывает максимум, который мы рассматривали 25.34, да и в целом 25.3165, который у нас был реализован на 16.20 августа, стоит учитывать то, что золото продолжит свой рост и будет обновлять новые свои хаи, которые определены у нас по золотому сечению Fibonacci. Цель следующая будет у нас 25.555, предусматривая откат 25.46. Но также учитываем то, что рынок будет двигаться по линиям тренда, от которых может он начинать отскакивать. Так что вот этот момент нужно обязательно предусмотреть. Следующее, что стоит здесь учитывать, то что в случае, если рынок у нас будет двигаться по направлению, то что цена у нас будет прорвать восходящий оранжевый коридор, в котором мы находимся. Рынок у нас его причем идеально отработал, то что мы его предусматривали еще до коррекции, которая у нас произошла, которую мы предусмотрели на предыдущем эфире. И цена, видите, у нас четко с ним поработала и от него отскочила. Значит, в этой ситуации мы единственное расширим наш его коридор. Вот так вот. На прошлый раз не увидел вот эту тень, но теперь она у нас подтвердилась более четко. Условие, которое ранее было найдено, это у нас после пробоя 24.77, остается актуальным, но я бы еще дополнительно рассмотрел бы пробой уровня, который вот у нас протестировал рынок вот этой тени. То есть вот здесь, то есть это 24.71. В случае вот его еще пробоя стоит уже учитывать то, что рынок с большей вероятностью будет двигаться вниз, но цена уже открытия позиции будет не такой выгодной. Потому что уже она будет находиться ниже вот этих условий. Вот. И здесь вот еще надо учитывать, что рынок у нас вот тут будет также учитывать уровни отката. то есть это у нас учитываем 24.67, а учитываем 24.58, то что рынок у нас будет свободно тестировать. Потому что от них рынок будет вполне разворачиваться. Далее. В принципе, у нас вот это на неделю уже прям вообще все хорошо просчитано. Даже, в принципе, добавить нечего. С учетом того, что я обновил информацию перед выпуском, немножко почистил информацию, что у нас отработалось. Так что я считаю, золото у нас вот подготовлено на следующую неделю и вижу очень хороший потенциал у него. Коллеги, спасибо, что досмотрели до конца данный обзор. Обязательно подписывайтесь на мои социальные сети. Особенно внимание уделите телеграм-каналу, потому что именно там я предоставляю еще дополнительные точки входа в рынок в течение недели. Также проходит прямой эфир на моем рту-канале. Ну что же, желаю всем тейк-профита. До встречи. Пока-пока.